АПЛОДИСМЕНТЫ Играю в разных эстонских театрах, и у меня очень разный репертуар, поэтому я встречалась со многими разными режиссерами, видела разные стили режиссеров. Я встречалась с такими режиссерами, которые очень хорошие профессионалы, и поэтому их уважают актеры. Но встречала и таких режиссеров, которые являются перед труппой без всякой подготовки, и возникают конфликты. И я видела и таких режиссеров, которые являются авторитарными, и из-за излишней строгости они запирают актеров в их чувстве бесталантности. И актеры ничего не могут сделать. И я встречалась с такими режиссерами, которые кричат на актеров, если не получается так, как режиссер надеялся. Итак, я видела и хорошие, и плохие варианты, но только пару раз в жизни я встречала таких режиссеров, которые любят, по-настоящему любят актера. И что тогда происходит, когда встречаетесь с таким человеком? Я видела творческое возбуждение, в течение которого рождаются такие варианты, которых не придумать. То чувство, что тебе доверяют, тебя уважают, несмотря на твои ошибки, открывает такой творческий потенциал у актера, в результате которого рождается искусство. Вы уже угадали цель моих таких слов. Да, я вижу учебу как творческий процесс, я вижу это как акт творчества. Но творчество это дело хрупкое. И надо сказать, что вообще человек хрупок, но в творчестве эта хрупкость выявляется больше всего. Я бы сравнила это ходьбой на цепочках. Ты хочешь себя подняться, расти, и ты видишь совершенно новый ракурс. Он удивителен. А перед тем ты отказался от твердой почвы. Ты напрягался до последнего. Находил новую точку баланса. Мы все стояли на цепочках и знаем, что это такое. Мы знаем, как просто потерять равновесие. Достаточно испуга. Не говоря о толчке. Когда мы четыре года тому назад встретили наших первых детей в нашей школе, когда пришла новая группа, первая группа учеников, мы как бы находились на пороге поля чудес. И человековедение — это интегрированный предмет с природоведением и эстонским языком. И мы вместе с классными учителями решили разделить эти темы по учебной программе, разделить темы так, чтобы с содержанием человековедения осталось бы учение ценностей о человеке. И в тот первый год мы подумали, используя мой опыт актрисы, что мы могли бы связать этот предмет и с обучением драмы. Первые полгода мы этими занимались. Мы проводили разные игры, роли, разные упражнения. Это все казалось очень фантастичным, интересным. Детям это понравилось, мне тоже понравилось. Но все учителя, которые работали с первым классом, они знают, что больше всего в этот первый учебный год детей, когда они постоянно в азарте, им надо дать возможность успокоиться. И перед одним ходом в театр мы должны были посетить театр Ватт, где шел спектакль «Сказка о царе Салтане». И в это время появилась необходимость зачистить детям эту сказку в стихах, так, чтобы дети могли бы сперва ознакомиться с оригиналом, а затем уже с интерпретацией. Я следила за детьми на этом уроке, и мне стало ясно, как дети наслаждались тем, что они слушали, они смогли быть, сидеть спокойно, слушать, они все себе представляли. И смотря на их лица, реакции, я поняла, насколько интенсивным был их творческий процесс. Два часа потребовалось, два урока на то, чтобы прочесть всю сказку. И я дала детям бумажки на втором уроке, и они смогли рисовать события, о которых они слышали. И слушали они тихо, рисуя. И после этого урока стало мне ясно, насколько ценный был тот час затишья среди учебного дня. Мы были в тихом классе, где мы встречались с жизнью, с разными ситуациями и с друг другом. Параллельно я вступила в Таллинский университет на курс по специальной педагогике, и наш преподаватель дидактики родного языка, в то время учитель Анне Усен, она получила в то же время приглашение вернуться временно в школу. Потому что внезапно один учитель ушел из этой школы, и надо было искать замещающего. Она решила пойти в школу. Как она объяснила нам, она решила практиковать ту теорию, о которой она своим студентам говорила. А в реальности в то время ситуация превратилась в катастрофу в классах, потому что ничто не сработало, никто не слушал ее. И на той же лекции она сказала нам, пропустите, может быть, какие-то правила грамматики, но научите детей слушать, потому что от этого навыки зависит все остальное. Естественно, это повлияло на мое решение о форме наших уроков по человековедению. И я почувствовала в сердце, что мы нашли нужный формат. А теперь надо было наполнить формат и форму с содержанием учения о человеке. Естественно, надо было ответить на вопрос, как дефинировать, определять бытие человека. Что мы хотим им дать, передать, чему научить, что мы считаем самым важным при человеке. Кто такой человек? сейчас существует в мире очень много дефиниций определений о человеке. И при каждом определении как бы ярлык «Выбери меня! Выбери меня!» Да, и мы должны выбирать. Антропология восточной церкви не считает, что человек как бы сибиродом. понятие человека базируется на сотворении. Человек сотворен Богом и для любви. Сотворен частью всего творения. Он должен это сотворение беречь, заботиться о нем. Человек сотворен по образу Бога и по его скотству. духовные отцы первых столетий различали сотворение по образу и по сходству. Под образом или лицом имеется ввиду разумность, свободная воля и жажда добра. Эти свойства неотъемные, полученные путем сотворения. и если в этом порядке происходит хаос, то глубокие структуры человеческого бытия сохраняются. И к этому прилагается динамический аспект человеческого бытия, потенциал движения в сторону Богопаду. Добиа. Поскольку христианский дух это Троица три в одном, то и человечество это многие, которые призваны быть одним. Итак, мы знаем, что надо учить. предмет мы знали, мы уже имели форму, теперь надо было прийти к содержанию. да, можно говорить об обучении разных достоинств, страстях, но это все остается только в словах. мы знаем, что самым основным является опыт. На опыте люди учатся. Исследователи нарративной педагогики знают, что опыта это учение, что историю можно лучше всего через опыт учить. Учеба через участие в мыслях. история захватывает, что-то оживится у нас в сердце. И дети, когда они слушат рассказы, они входят в роль героев, смотрят на героев, как на себя, чувствуют те чувства, которыми чувствуют их герои. Это все можно в рамках 45 минут сделать. Но иногда рассказы настолько длинные, что мы должны продолжить их на следующем уроке, на следующей неделе, и тогда дети протестуют. Но если мы уже на первом уроке говорили о рассказе, то на втором уроке я начинаю урок с того, что прошу детей пересказать историю своими словами. Это оживит весь мир. И затем мы продолжаем с этой историей. Это все помогает развивать речь детей, и также умение выступать перед другими. Актриса и учитель сценической речи говорила об одной растущей проблеме. Абитуриенты, которые хотят вступить в институт драмы, они не умеют высказываться. У них очень бедный словарь, трудно передать им полную свою мысль, много слов паразитов, мысли не закончены. Да, одной причиной этого явления и дигитальный мир, и уменьшающийся интерес к чтению литературы. Литеравет Мария Вайна советует использовать абсолютно все средства для того, чтобы привлечь детей к чтению книг. Надо зачитывать книги не только маленьким детям, но и уже таким, которые сами умеют читать. Мы очень много читаем, зачитываем на уроках и даже во время обеденного перерыва. И правда, наши дети читают книги. На своих уроках я, естественно, и рассказывала истории, потому что я знаю многие из них наизусть, но это интересно заметить. Когда я сама пересказываю и очень долго этим занимаюсь, тогда дети понимают руки и говорят «Учитель, может быть, мы теперь могли бы дальше продолжить урок?» Да, они думают под этим то, что «я бы стала читать им». Вообще у них такое любимое выражение «Давайте продолжим урок». Но они ждут и ту часть, когда мы после чтения мы слушаем себя. Я прошу их послушать себя, почувствовать что, почувствовать вибрацию после рассказа. у них три задачи. Во-первых, они должны слушать эту историю, затем послушать себя, а затем послушать других в классе, их мысли, очень внимательно слушать других и дополнять своими мыслями. Это надо практиковать. мы вместе обсуждаем разные достоинства, страсти, что побудило действия. И каждый в конце урока выбирает ту мысль, которую он считает самым важным, записывает это в своей тетради рядом с своим рисунком. И когда я руковожу беседой, я считаю очень важным, чтобы моральные оценки не давались бы, просто дети должны свой опыт высказывать. Время вскочит. Но я хотела бы еще рассказать вкратце с какими текстами мы работаем и почему мы такие тексты выбрали. Да, можно бы сказать, что я выбирала по своей интуиции. естественно такой предмет при таком предмете тексты являются очень важными. Я искала тексты по разным критериям. Вся наша программа человековедения в школе выстроена таким образом, что в первом классе мы фокусируемся на эстонских сказках. И последний семестр в первом классе мы еще охватываем и другие финно-угорские рассказы. Во втором классе рассказы народов по миру. Третий класс античная история, античная Греция. в четвертом классе переход к христианским историям. Знакомимся с миром через истории предков и святых. И в трех первых классах мы также используем свободные рисунки на основе рассказов истории. и я очень рада этим самодельным тетрадем учеников. А в четвертом классе мы делаем прижок от свободного рисунка мы переходим в глубину, но свобода остается у них. Даже увеличивается. При каждой теме, когда мы говорим о биографии святых и биографии разных предков, то в своей тетради они рисуют одну икону, изображая ту персону, о которой мы говорили. они рисуют через копирку, следуя линиям старых иконописцев. И далее они раскрашивают иконы, но они могут и не раскрашивать, если им кажется, что лучше без красок. Почему мы такую структуру выбрали, что начинаем с эстонских сказок, затем мифы античной Греции и так далее. Опять это все на основе интуиции. Мы должны преодолеть последствия культурного обрыва. Мы знаем, что эстонская культура это культура обрывов. По политическим, историческим причинам выразили, вырезали из нашей культуры некоторые части, которые должны бы состоять в ней. Но современное культурное пространство прагментировано еще из-за дигитального мира и кликов. И как находить совместную часть поколений, если эта часть все время сужается. Чем дальше, тем мельче в классе таких учеников, которые знали бы старые эстонские сказки, например, мощный рак и жадная женщина. Почему мы выбрали старые мифы? Во-первых, эти истории, мифы являются частью европейской культуры. А с другой стороны, они очень мощные, интересные, захватывающие истории, в них очень сильные герои, архетипные ситуации, где много достоинств, страстей, опасностей, решений, последствий, блуждения по свету и возврат домой. И наши дети очень хорошо умеют дискуссировать на тему решений Бориса, Одиссея. Наши ученики размышляют о начале жизни, о важности жизни. Очень трагично, что наш современник, как Асок Круль, сказал, как бы потерял умение думать на эксистенциальные темы. У нас нет больше традиций, даже, может быть, словаря, для того, чтобы заниматься с такими темами, но нельзя молчать о таких темах, они рано или поздно станут актуальными. И если нет выхода, то эти темы превратятся в беспокойство. Да, как раз в беспокойство. И если я в начале нашей встречи рассказывала о человековедении как месте покоя, то, может быть, суть человековедения мог бы быть в идеале путем от беспокойства в спокойство. Мы еще не дошли к идеалу, но знаем, к чему стремиться. Спасибо вам всем. Правда говоря, если позволите, я взяла с собой некоторые отрывки из самоанализа учеников третьего класса. Может быть, они покажутся вам интересными. Я зачту некоторые. да, мне дают знак, что время стекло, но простите меня, третий класс. Самоанализ. Чему я научился на уроках человековедения? Рассказ о богине плодовидности был очень важен. Рассказ был мне очень важен. Когда дочь кричала «Мама, помоги!» Тогда Диметра услышала ее. Моя мать тоже меня услышала бы, если я стояла перед проблемами. Мне понравилось и то, что люди не сидели складя руки, а не учились, как работать в поле. Орфея Эуридике эта история была очень плачевной, но из истории Афродиты я сделала самые красивые рисунки Геркореса. интересно было, что он смог бы выбрать между искушениями и достоинствами. Он выбрал путь достоинства, но когда он встретил Альфа, он испугался и стал ленивым. К счастью, он сбежал оттуда. хотел бы из истории Фаиста сохранить чувство, которое испытывал он, когда мать его оставила, и Ранэм и Тессис взяли его под опеку. Из истории Афродиты я узнала, что красивый надо быть изнутри, а не снаружи. а история Нарцисса. Я понял, что если кто-то хочет быть с тобой, нельзя его отталкивать. Мне стало так легко, когда я узнал, как Афродита родилась. Я вообразила песню птиц, музыку, воду, пузырьки, тишину природы. Это все слилось. Орфей научил меня тому, что сила любви могучна, и надо быть храбрым при Целусе. И я задумался, что нельзя другим плохо делать. И в конце концов, да я ничего не вспоминаю, по-моему, я ничего не научился, просто здорово было слушать. Лиина, сура пэрэнэ. Сура пэрэнэ. Мел мэни väга üksик минут, et кüsида veel üks küsимус, kas Лиина Лиивика Керсти käест. Üks küsимус. Если говорить о становлении мышления ребенка и тех представлениях, которые возникают в его душе, то чем младше ребенок, тем глубже то, что закладывается. И вот если у вас христианство всего лишь на 4-й класс нанесено, то 4-й класс Это уже предподростков и там уже начинаются некоторые сомнения, некоторые метания. Вот не лучше ли было бы обоги сказать сразу. То есть вот истина, которая самая глубокая, мне кажется, она глубже всего и должна лечь. Лапсел, mida noorem та он, седа süгамел, и та lähevad мэттед сисся. И мы начинаем, как Кристос, трекима 4. классис, и если это не будет лейга, то есть, что это, как у молодого ребенка, седа 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 седа. Это не значит. Спасибо за этот вопрос. Я должна сказать, что может быть я не совсем компетентный человек, чтобы ответить на это. Да, я тоже верю, что тем, раньше тем лучше, но не все дети из христианских семей. Это реальность. Такой путь к христианству, как я это описала, что может быть следует и как бы исторического пути опыта человечества. Мы считали, что такой путь к нам подходит. Естественно, нам бы захотелось на первой встрече разделять с ними сразу же наши христианские отношения. Но убеждение наших учителей в школе и мое личное убеждение в том, что познавательное знание о Боге должно достичь человека через другого человека, через его отношения, через его жизнь. И затем уже на словах надо об этом говорить. Может быть мы ошибаемся, но это та практика, которой мы следуем. Может быть Ливика, может быть добавит. Спасибо. Да, возьму вину на себя. Это сознательное решение. С самого начала нашей школе мы получили также и советы от сестры Магдалены из Эссекса. Она говорила, говорите об Евангелии постоянно, но очень редко используйте для этого слова. Мы старались в первую очередь создавать среду, где дети могут получить опыт доброты, о которой здесь говорилось и ранее. И я очень часто даже придерживала наших энтузиастических учителей, учителей-энтузиастов. Не надо слишком много использовать слов. Больше познавания, опыта. И мы не всегда как бы говорим о том, что мы делаем. Вы знаете, мы вчера говорили об уроках тишины. Детям так нравится эта тишина. Мы также бываем на природе с учениками. И однажды мы были с детьми ранней весной на побережье моря. Они искали кусочки льда, бросали их в море. И тогда одна девочка спонтанно сама себе сказала, ой, это даже более здорово, чем в кино. Но каждую пятницу мы ходим в церковь. Каждую пятницу один из наших классов участвует на церковной литургии. И перед первым походом я говорю учителям, не надо ничего объяснять. Мы приняли такое решение в первый год, когда мы впервые шли в церковь. Ведь столько, много деталей связано с церковью. Мы задумались, надо ли это все объяснить предварительно детям. Нет. Дайте детям возможность это все прочувствовать самим. Дети все понимают сердцем, своим телом. И то, какой калейдоскоп они создают, это творчество между ребенком и Богом. Только через свой собственный опыт можно, на основе своего личного опыта можно создавать знания и обретать знания. Только тогда у нас есть фундамент. Сперва необходим фундамент, затем можно продолжать строительство. Мы не хотим заполнять головы наших учеников, мы заполняем их сердце. И, естественно, есть специфика каждой местной культуры. Мы не должны передозировать, перефорсировать детей чем-то тем, которые они, может быть, оставляют в стороне в какой-то момент. Познание чувства через сердце – это очень важно. Они готовы к этому. Это то, чего они хотят. Это все огромное искусство. Естественно, дети любят свою школу из-за такой деликатности и нежности, с которой обращаются с детьми. Иногда я не выдерживаю и как бы грешу. Утром у нас всегда идет молитва, но много церковных праздников. И каждый день мы используем церковный календарь, чтобы и рассказать о важности конкретного дня. И мы связываем и повседневные события с церковным календарем, с значением. Но нельзя слишком много морали использовать. Я должна себя сдерживать. Нельзя мораль использовать после молитвы. Но часто я утром все-таки и немного объясняю конкретный день. А потом мне кажется, что все не совсем правильно. Начинаем утро с молитвы, а затем опять какая-то мораль появляется. Как ученики Лини говорят, давайте продолжим урок. А я знаю, что есть такие классы, где ученики говорят, ну так, Ли утром нам ничего не рассказала, теперь ты расскажи нам. Дети очень любят слушать рассказы. Они как бы голодные, они хотят все больше и больше услышать о доброте. Они хотят услышать доброе слово. Я дала вам ответ. Суureт тэрнод. Милкорд Лиивика, Лиина, Керсти. 20 минуты, кофе, пауз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ